Продолжим тему безработицы, но на этот раз уже не на просторах Руси Великой, а в относительно менее масштабной стране под названием Беларусь. Беларусь уже несколько недель буквально лихорадит от выступлений так называемых нетунеядцев. Нетунеядцы – это так они себя называют, а власть их, напротив, называют тунеядцами, самыми что ни на есть. Поясню ситуацию. В конце 2015 года в Беларуси был принят некий декрет номер 3, который обязывает всех людей, которые официально не имеют места работы, то есть безработных, во-первых, он их объявляет тунеядцами или ижедивенцами, в общем, какими-то обидными словами называет, а во-вторых, обязывает их платить специальный налог. Причем налог, надо сказать, довольно крупный, вполне сопоставимый, скажем, с месячной зарплатой в Республике Беларусь. Ну вот, некоторое время, пока дело не дошло до реальных выплат, об этом декрете никто не вспоминал. А потом началось, то есть прислали повестки, причем большому количеству народу, более чем полумиллионов белорусов прислали эти самые повестки, о том, а ну-ка, тунеядцы, платите налог. Из полумиллиона заплатила этот налог менее 10%, то есть где-то менее 50 тысяч согласилась на эти поборы со стороны государства. Ну, а многие из числа остальных в знак протеста вышли на улицы. Это, конечно, протест не политический, протест чисто экономический. А в этом свидетельствует и то, где по статистике, географически, где люди протестуют. Больше всего протестантов в Брестской области, в Витебской области, в Могилевской области, в Гомельской области, то есть в тех местах, где больше всего безработных. По-разному обращаются с участниками выступлений протестов. Скажем, наиболее это было ярко продемонстрировано в Брестской области, где, с одной стороны, была тысячная демонстрация на улице, с другой стороны, были официальные представители движения протеста, которые пошли к городской администрации. Стали ей жаловаться, более того, предъявили ей ультиматум, где было сказано, что унизительному декрету надо дать задний ход. Но ультиматум участия протестантов приняли. Что касается тех, кто маршировал по улицам, то многих из них, в первую очередь, анархистов задержали. Вот такая вот сейчас история в Белоруссии. Протесты продолжаются, будут продолжаться, я думаю, и в ближайшем будущем. К чему это приведет сказать трудно, поскольку часть народу заплатила уже эти деньги. То есть, взять и отменить этот декрет, вроде бы, тоже не очень ловко. В общем, короче говоря, будет батька каким-то образом из очередной передряги выбираться. Но я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Известно ведь, что Белоруссия во многом была таким полигоном, таким полем экспериментов для России. Сначала в Белоруссии, потом в России. У нас в Российской Федерации тоже отдельные, особо борзые представители власти, особенно в Государственной Думе, постоянно говорят о том, что неплохо бы у нас, как в советские времена, ввести уголовную или административную, в общем, статью за тунеядство и ежедневенчество. Кто не работает, тот не ест, а еще лучше, кто не работает, тот сидит. Пусть даже и ест. Насколько это возможно, встает вопрос. Я бы сказал, что, конечно, ситуация у нас с Белоруссией не совсем идентичная. В Белоруссии в первую очередь экономические проблемы. И я вполне допускаю, что декрет номер три был принят в первую очередь для того, чтобы хоть как-то помочь решить эти самые экономические проблемы. То есть просто устроить очередной побор с народу. Смотря на то, что этот народ самый незащищенный, самый безработный и так далее, но вот не можем выжать из бизнесменов, из госчиновников, выжмем тогда из безработных какие-то лишние грошики. В России с такой остротой экономические проблемы не стоят. С другой стороны, у нас есть проблема гражданского общества в России. И, в общем-то, не секрет, что среди так называемых оппозиционеров, активистов и прочих людей, которые мутят воду и раскачивают лодку, безработных процент достаточно высок. То есть, ну, так же, как это было в Старом СССР, где среди тунеядцев были поэты, были подпольные художники и прочее, прочее. Скажу вам честно, что я тоже имел все шансы быть задержанным, а, может быть, и посаженным по статье о тунеядце, поскольку не работал, ну, длительные периоды своего времени. Практически, можно считать, вообще никогда не работал, ну, если иметь в виду такую официальную службу. А жил в основном на гонорары или же, не поддающиеся описанию, нетрудовые, так сказать, доходы. Так вот, ситуация этого в России продолжается. И, естественно, у нас могли бы принять такой же декрет о борьбе с тунеядцами не для того, чтобы с паршивой овцы хоть шерсти клок, то есть, там, хоть, там, пусть тысячу рублей в год заплатят, а для того, чтобы, поскольку правосудие у нас, как известно, избирательное, то вот для того, чтобы всех этих безработных активистов и оппозиционеров поставить как голеньких, значит, под колпак. Ага. И в случае, если он там как-то особо задирается, тут же его взять и привлечь по этой самой статье. А на работу оппозиционеру-активисту, в общем-то, устроиться не так легко, поскольку работодатели очень часто интересуются, а кто это, а где это, и вдруг, услышав идиозную фамилию, они скажут, нет-нет-нет, извините, но такие работнички, с позволения сказать, нам не нужны. Так что, ребята, держите ухо востро, очень может быть, что какой-нибудь декрет за каким-то номером у нас тоже скоро возникнет.